Даже часы, которые стоят, дважды в день показывают правильное время. Именно с этих часов, что встречают посетителей Самарского художественного музея, начинаются его тайные загадки. В здании постройки 1915 года до революции располагался Волжско-Камский банк, и часы стояли в кабинете управляющего. И они себя ведут на самом деле, как хотят. Мы их много раз настраивали, но они выбиваются из того времени, в которое мы их пытаемся поместить, и начинают бить именно тогда, когда им это сблагорассудится. А мы стараемся идти в ногу с этим временем. Вы знаете, когда я пришла работать в музее, я очень волновалась. И такой трепет меня охватывал каждый раз, когда я переступала порог нашего дома, нашего музея. И первые мои печати на документах всегда сопровождал бой часов. И для меня это какой-то определенный символ и знак. Еще одна тайна художественного музея – вот этот портрет-загадка. Во время эвакуации его привезла в военный Куйбышев балетмейстер и хореограф Наталья Данилова. Он висел на кухне в коммунальной квартире, где жила артистка, был покрыт копотью, и разглядеть изображение, а также установить авторство было невозможно. Спустя много лет картину увидела директор художественного музея Анетта Яковлевна Бас. Она влюбилась в портрет неизвестного и отправила его в Москву на реставрацию. Вот когда сняли первый слой копоти, за спинкой кресла, на котором сидит Тропинин, ярко осветили, там оказалась подпись «Тропинин» и дата – 1939 год. Стали искать. Оказалось, что этот портрет исчез. Он был опубликован до революции. Когда установили имя изображенного, просто ахнули. Потому что судьба Спиранского была невероятная. Сын сельского священника обладал феноменальной памятью. Ему прочили религиозную карьеру, но он выбрал государственную службу. Спиранский стал одним из советников Александра I. И именно он придумал ту систему власти, при которой мы живем сейчас. На что Карамзин сказал царю «Государь, а вы-то где?». После чего Александр не взлюбил Спиранского и сослал в Сибирь губернатором. Но тот и там поднял экономику. Кроме того, именно Спиранскому царь поручил реализацию отмены крепостного права. Это работа – дипломный проект Ивана Айвазовского. С ней также связана примета. Если выпускник вуза постоит рядом с ней, непременно защитит диплом на «Отлично». Но самая верная примета связана с картиной Владимира Маковского перед объяснением, на которой изображены влюбленные. Сотрудники музея верят, если сделать предложение руки и сердца рядом с этой картиной, брак будет крепким. Есть продолжение этой работы. Эти же персонажи, но в роскошных интерьерах, находятся в Третьяковской галерее. Эта работа носит название «Объяснение». Есть реальное подтверждение этой истории. У семейной пары прекрасные детки, трое детей. И я думаю, что это совершенно замечательно, потому что музей своего рода – это портал между прошлым и будущим. Если мы здесь загадываем желание, оно непременно сбудется. Впереди 14 февраля – День всех влюбленных. И у самарцев есть отличная возможность проверить, работает ли примета. Виктория Шарая, Василий Колдашов. События. Субтитры создавал DimaTorzok